я в этом году посадила картошку и ведра а Данила привет Тамара картошку и ведра чтобы получить ранее муравьи тут же устроили муравейник пока картошка называется нормально муравьи не повлияли будем наблюдать будем наблюдать это я говорю дежурный по стране посадовой вот потом расскажете ладно чем дело кончилось черт его знает тут они враги или дармоеды или наоборот не знаю так посмотрим что пишет Мирослава Мирослава запомнил только потому что мне такое письмо написали в письме в этом написали что оказывается университетах есть умные люди ведь это так важно мне было я уже отчаялся или кто-то там оказывается тоже считает так как я считаю например убрать и убирать траву нельзя листья нельзя а это просто казалось ну чё с вами там листья убрать не убрать да это вообще от сад зависит убрал листья нет сада не убрал листья есть сад они наоборот как они устраивают пожарище по всей России уничтожают целые поселки уничтожая уничтожая полезнейшая траву траву ну скоршую траву плюс листья делая миллионы это всегда было сжечь сжечь сколько показал уже десятки раз и сегодня и сейчас соберите эту листву и сожгите но горят леса горят люди живем люди сгорают тем более что там сгорает плодородие почвы вот что страшно и вдруг вы сказали Мирослава написали мне что кто-то там оказывается против этого но осталось там взять и провести эксперимент в конце концов мой сад это еще не факт или латинковый или бодный да вы возьмите это поделите тот же сад университетские институтские академические на участки на этих участках садить и собирать на других тоже самое чтобы все плоды кости семечки с одного дерева чтобы все в один день чтобы почвы одинаково полива одинаково или оставить покоя не поливать как я не поливаю вот вот что надо а потом сказать ну в конце концов мы решили что проходит пять десять еще десять лет потеряем ну скажем да оказывается надо было сжигать пусть специальных каких-то топках чтобы не от это не сжечь рядом лес но сжигать потому что обязательно посмотрим а там оказывается все листья сожраны теми славредными насекомыми которые нас пугают что они живут в опавшей листве а у меня ни с одного листика не сжигают ничего понять не могу и дальше что вы написали мало того что эту краску изя популяризе так сейчас краска как можно выше чем выше тем лучше но расход краски больше дураку понятно кольца краска за вторым флаконом побежит подлецы те кто так пишет виктор садоводы покажите эффективность садоводы ну я еще боролся стрелять потому что иначе не вырастить сливы не вырастить яблони саженцы одно-двухлетние жрут что там говорить что такое смотрите семечка вырастешь или нет ли или мало ли вырастешь привитая ты больше привитая понятно двух с половиной биологическая несовместимость борьба и генов и двух геновых она в одних случаях кто-то смиряется а кто-то нет и получается мертвая прививка она бывает не мертвая полумертвая бывает с виду вроде нормальная но тлей покрыта тлей покрыта значит у нее иммунитета нету это от подвоя не придался иммунитет приводит а приводит слабенький приживаемость частично и тлей покрылась ну хотите даже с выражая ну тогда вперед за это за молодые деревья прыскивать надо ну взрослые не прыскивай мне всего хватает поэтому когда-то я пользовался каратэ сейчас этот самый сергей станет пользуется этим самым аллатаром а в каждом этом вы подходите и говорите мне нужны средства от тли ну еще раз если вы ни разу не слышали о нем пробное опрыскивание проверить жрет ли ты в раз убивает ли ты в раз и не сжигать листья два идем дальше если уж точно надо обороты дать ли использую фитоверм как наименее опасный для нас вот и фитоверм запишите так что уже записывайте то что я называл фитоверм напишите ну а дальше смотрите у вас может быть фитоверм есть а допустим этого самого аллатара нет а может в другом мире наоборот это записывать и то записывать так данила вебинар в тему имел негативный опыт ух как я люблю таких умных людей которые могут добавить что так мне добавить 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 с этой краской удачи насмотрелся три года назад блогера сволочь убедил в обокане не было этой краски заморочился нашел найти заказал пить по бокам центр сибири из питера попреку покрасил краска держится хорошо спору нет так маслой краской мы сразу все это мальчистое но теперь груша живет последний год так как под краска лопнула почернела процента для него саду основание корневой шейки. В этом году устроим воды. Во! Во-во-во! Мне иногда страшно, что теперь делать? А вы реально в этом году устроим воды и аккуратно руками убрал эту краску. Как увидел эдустант по краске, дерево не перервет. Буду брать черенки СПВ. Черенки СПВ. Ну, что я скажу? Ну, здесь у нас еще нормальные люди. Наблюдательные люди. Подчернела краска. Лобного подчернела. Что творят? Ольга, добрый вечер всем. Живу под Тюменью. За абрикосы взошли. Ага, попались. Серафим Байлевичский. Рыжий Камур. Ассорти-2 и Мальчужский. Ни одной не пришло. Ассорти-2 и Мальчужский. Это у них... Все должно быть наоборот. Серафим Байлевичский. Если бы не проснулся, я бы сказал, ну, ладно, судьба. Культурные абрикосы. Они могли замерзнуть чуть ли не косточки где-то зимой, если осенью посадили. Вот у них непонятно. Я же никогда их не инсталифицировал для себя. Я никогда их не проращивал. Один случай, но я о нем рассказывал. То есть, много еще непонятного. Ассорти-2 – это сыновья Мальчужского абрикоса. Мальчужские 4 – это тоже сыновья. Это самое легкое для проращивания. Ну, уж казалось бы, вообще легче легкого не бывает. И вдруг, значит, где-то здесь получилась принципиальная ошибка. В чем она заключается? Например, так. Влажность. Вот культурные абрикосы, да, у них всегда, я секретно скрываю, корни из южных стран. Это я вам точно говорю. Это не из гор каких-нибудь их итальянских или там армянских. Не. Канада – это для нас середина России, да. Ее можно климат сравнить с этим. С несеноземлем там. Вот. То есть, это далеко не это. И они, может быть, сырость другая. Климат потеплее. Как-то так. И условия для перезимовки, например, чем культурнее, тем у них меньше время зимы и больше времени вегетации. А маджурцы, даже они, пусть у них и культурные могут быть, гибридные культурные папы могут быть, да. А могут не быть. Мы этого не знаем. Загляни-ка туда, в геном. Даже с этим микроскопом ничего не получится. Бесполезно. Ничего не увидите. И получается, что условия вы создали так, как будто чуть ли более южных сортов. Скажем так, для более южных. А у них тоже котика падает на землю зимой где-то. Но зимой более комфортно. Как-то получилось, что вы для культуры создали условия. А вот эти не проснулись. Потому что эти условия были не для более северных, жестких, которые там все католические города и дыд. Вот это, так сказать, общее понятие, может быть, чуть ли не болтовня. Читаем дальше. Получается, прерывать будет не на что. Если посадить еще раз, то в следующем весу маршрутка и мажорская это будут на год старше. Они подойдут до прерывки? Или еще в ряды? Ну, там надо посмотреть. Или придется все-таки у меня прерывки брать. А тут сгорать, о-о-о-о. Целочинком пример. Ну, гений есть гений. Ну, что вы хотите? Вот как объяснить вот его успехи? А не надо объяснять. Гений? Что с ним взять-то? Вот и все. Вот все объяснение. Гений? Поняли? Потом мы начинаем геном, т-т-т, это самое, ДНК. Гений. Все, точка. А у вас получается, что культурно это будет расти, вы их доведете до плодоношения. Раз. Мой вариант. В этом году вы закажете у меня опять сыновья. Мой совет сыновья. Они все-таки улучшить. Они будут... Ну, опять неудача, допустим. А они дадут плоды вкуснее, чем сам банджорец чистый. Чем патриарх. Вот. А год пройдет, и вы скажете себе. Или я перенесу с тех, которым будет два года, но они дадут прекрасные приросты. Не брать же приросты. Может, это и к лучшему. Не брать же с однолетки приросты. Правильно? На прививку. Лучше с двухлетки. Она уже будет вот такая вот. Согласны? Так? Культурно будет двухлетки. Вы посмотрите, где вам покажется. Даже почувствуете. Вот если вы наш человек, вы почувствуете. А вот он должен вырасти вот с такими плодами. А тогда я возьму с него ветку. Пусть растет. Растет меня грызка. А если я ветку возьму, и примерно сына Манжурска. Пусть годом позже. Ну, извините, я начинал. Как? Вы думаете, в один год все пошло? Я первый год взял, пошел в лес. Мне показали Сибирь. Думаю, ну что, у меня же мозги-то особые. Думаю, ну что, я дурак, что ли, переносить Сибирсад? Я прямо там все и привил. В лесу. Дамаскировал, потому что по лесу коровы ходили. А которые выжили, я привал, еще, может, плохо. Но все, которые проклюнули, все перенесся. Не ждал года, сразу перенес. Но это абрикосы, чем мысль, не было. Вот уже минус один год. И еще что у вас будет один минус год? А он никакой не минус. У вас 50% успех. Идем дальше. Эмильянова. Вот, Эмильянова. Так. Здравствуйте, воздушен Манжурский Орех. Скажите, когда лучше пересадить на постоянный рост? Лучше, по-моему, раз уже без пересадки. Это в идеале. Но если там мы не место не планировали, то пересадите их следующей весной. Осенью нежелательно. Пусть следующей весной уже будет. Абрикосы пересажены осенью, прекрасно проснулись и растут. А, здорово. А вот сливы не все. Почему? Я так понимаю, идет природный отбор. Ну, сливы абрикосы когда-то были одним деревом. Когда-то. Потому что все когда-то было впервые. Потом они начали давать это дерево одно. Потом оно дало потомству. А потом все распозналось как могло. Птица отнесла туда. Кто-то проглотил какое-то животное. Естественный процесс. Пустошение желудка произошло еще на километр. А потом еще, еще, еще. Начало расползаться. Значит. Вот здесь вот, допустим, место сухое. А они одинаковые даже тогда уже не могли быть. Малейшие сбои в генной структуре. Малейшие. У одного корешок вот настолько длиннее, чем у другого. Запросто. Тот, который длиннее. А там вода рядом. Он взял и сгнил. А у которого короче, он и стал сужим. И наоборот. Это отнесли туда. Это не обязательно другой регион за тысячи километров. Это может быть рядом, ну, в километре. Отнесло туда семечко. А там, наоборот, сухо. А он все-таки взошел. Так сопало. У нас же как весной. То мокро-то сухо. В этом году сухо. А бывало все весной, дожди льют. Он прижился. Но он еще не знает, что впереди суховее. Еще один упал где-то в 100 метрах. Третий. Там, где он достал чуть-чуть влажное. Почвы. Это не обязательно там подземные ручей или подземные озера. Нет. Просто чуть-чуть сырее. Северный склон, южный склон, западный склон. Это самое. Значит, котлован. Котловинка. Котлован не подходит слово. Котловинка. И там посырее. Там, где сухо прижились, там, где корни подлиннее. А этот, где корни короче. И тот, и тот дал потомство. И пошло, пошло. И этим местом метров получилось. Километры, сотни километров. Тысячи километров. Захватили гигантский регион. А потом смотрим. А что-то они отличаются друг от друга. А из-за солнечной радиации. Об этом ничего не знал, что существует солнечная радиация. Это одно. Но, вот, дожди сильные. Там этот сгнил, а этот не сгнил, потому что у него корень короче. А он научился давать отводок. При этом сгнил, уже успел вылезти на другое место. Чуть-чуть с другими качествами. А теперь слива. Терн, тернослива, слива. А луча. И везде разные. И корни разные. И всё разное. Понимаете? И абрикосы. Абрикосы сибирские. Кустарник. Абрикос сихвателийский. Высоко в горах. Кустарник. Спускаешься с горы. 20-30 гигант стоит. Это столетник. 20-25 метров высотой. Рядом трехэтажный особняк может с ним сравниться. Трехэтажный. И то абрикосы, и то абрикосы. Вот. Ну, а вы как привыкли? Мы хотим в одном саду. Чтоб всё было в одном саду. И этот, а в одном саду для макровато семя для абрикосов. И суховато семя для слива. Ну, что ты будешь делать? Как по-другому не умею. Так. Ну, ладно. Читаем дальше. Ну, сливы не все. Ну, вот тот самый случай, что абрикосы все, а сливы не все. Ну, всё, что я говорил, поэтому я так и говорил эмоционально. Я так понимаю, идёт природный отбор. Дошли. Ага. Да, взошли вишни с прошлого года. Вот, слава Богу. Когда мне пишут вишни, не взошли. Или там абрикосы не взошли. Я готов сквозь землю провалиться. Потом успокаиваюсь. Говорю, ну, подождите годик. Итак. Пересажив маленьких весной. Так как осенняя пересадка плохо просыпается. Вишни Штамбова и Жуковского. Расскажите, что потом будет. Если в этом году взошли, в этом году пересаживайте. У вас, может быть, все приживутся. Может, ни одной. Потом расскажете. Так. Жаль, не доживу, когда вас оплодоносят Штамбова и Вишни Жуковские. А, жаль. Жуковских у меня гены от черешни внедрены. По секрету, там должны быть чудеса. Я не шучу и не выдумываю. Человек выдумывает. Руки чесались. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok